Девушки отдыхают И трепетные девичьи сердца И закаленные боями фронтовики Но однажды Борис Макроусов написал песню Которая оказалась роковой Это вам романтики Это вам влюбленные Песня посвящается моя Сегодня вы узнаете С какой сталинской стройки Началась карьера известного песенника Сложно понять на самом деле Что чувствует человек Песню которого знает и поет вся страна Как самая популярная мелодия Бориса Макроусова попала к его монтану На французском языке Очень красивая песня И почему советский композитор И французский артист Оказались в эпицентре политического скандала Снова замерло все до рассвета Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь Только слышно на улице где-то Одинокое бродит гормон В июле 1963 года в эфир центрального телевидения Вышла необыкновенная программа Такого количества западных кинозвезд Собравшихся вместе Советские зрители уже давно не видели Мне хочется познакомить Немножко вас, дорогие зрители С нашими гостями С гостями Третьего международного Московского кинофестиваля С теми, кто сегодня удостоил нас чести Большой чести И приехал к нам на огонек Чтобы встретиться с вами Чести удостоили Жан Море Симона Синьере Лолита Торрес И, конечно, давний любимец советской публики Ив Монтан Артист шутил, что он в этот раз всего лишь турист Что на кинофестивале ему отведена скромная роль Представлять новый французский документальный фильм Да и то лишь потому, что он исполняет там Одну симпатичную песню Даже согласился напеть ее прямо в студии Сейчас? Сейчас? А, да, почему не А, да, это трудно без пианино Я очень трудно без пианино Но, конечно Я думаю, что это выглядит примерно так Мне кажется, это будет вот так На французском языке Очень красивая песня И то, что Ив Монтан пел Совершенно замечательно Однако зрители опешили Песня красивая, спору нет Но при чем здесь какой-то французский фильм? Это же самое, что ни на есть Наша, родная и любимая Известная каждому школьнику Одинокая гармония Ну, может, ему понравилась именно Вот мелодичность, сама, просто сама музыка Автора музыки Монтан, впрочем, не назвал Но страна и без того знала своих героев В квартире композитора Бориса Макраусова Телефон буквально разрывался Кто-то искренне спешил поздравить Кто-то с трудом смирял зависть Еще бы Советские песни так редко интересовали И привлекали западных артистов Когда Иван Монтан спел гармон на французском языке Все говорили Ах, сраженный обаянием и красотой голоса И самого Ива Монтана И никто не понимал Очень длительное время Про что он поет на своем родном языке А ведь француз с очаровательной улыбкой Пел вовсе не о влюбленном гармонисте И советский композитор Борис Макраусов Даже представить себе не мог Чем обернется для него в самое ближайшее время Это милая на первый взгляд затея Знаменитого шансонья Это известная история Это был скандал Одинокую гармонь Макраусов Написал еще в 1946 году К этому моменту он уже считался Состоявшимся композитором-песенником Хотя никак не мог привыкнуть К такому статусу Он-то еще помнил Как мечтал о серьезной музыкальной карьере Дедушка его жил в Красной Горке Это недалеко Это километров 40 от Нижнего Новгорода Он был железнодорожником Папа был железнодорожником Они думали, что Борис Андреевич Тоже будет железнодорожником Но так получилось, что Борис Андреевич Выбрал другую эстезию Он научился с детства играть Сразу на нескольких инструментах Как сейчас говорят Мультиинструменталист То есть там и на Балалайке На Домбре Но когда ему было лет 13 Он увидел рояль И просто заболел Что называется Понимаете Поступил в музыкальный техникум И даже уборщица Вот когда она там мыла все помещения И закрывала их На ночь Она там все ушли Никого нет И он в зале прятался Чтобы потом всю ночь сидеть И подбирать что-то на рояле Играть, сочинять Техникумом самородок Макроусов Не ограничился Рванул в Московскую консерваторию На композиторский курс К самому профессору Мисковскому В однокашниках Василий Соловьев-Седой Тихон Хренников Арам Хачатурян В мечтах сюиты Симфонии и оперы Про эстраду тогда и мысли не было Ну это альма-матер Это просто святое вообще место Кто же там учится И думает, что он будет песенки сочинять Ну что вы Это тогда вообще позорище было какое-то Позорище, не позорище Но первую свою песенку Выпускник композиторского факультета Написал, едва выйдя за порог консерватории Правда, не совсем всерьез Хотя повод, надо сказать, был вовсе не шуточный Нет больше Москва-Волга строить Есть канал Москва-Волга Величайшее сооружение Сталинской эпохи Канал Москва-Волга открыт Дело в том, что в конце 30-х Стали осваивать как раз пути Соединяющие наши реки Был построен имени Северно-Морской вокзал в Москве И канал имени Москвы Товарищи, обязательно поезжайте И посмотрите на этот чудесный канал Был объявлен конкурс На создание какой-то песни Произведения на эту тему Многие в этом конкурсе участвовали А Борис Макроусов подошел нестандартно Милый мой, живет в Казани А я на Москва-Веке Не любовь, а наказание Друг как друга вдалеке Он придумал лирическую историю Что вот, когда этих каналов не было То из Казани до Москвы Можно было сложно добираться как-то А когда каналы появились То девушка радуется Дебют Макроусова под названием Милый мой живет в Казани в 1939 году Прозвучал по всесоюзному радио И веселые, напоминающие частушки, куплеты про любовь Тут же подхватила вся страна То, что песня написана на заказ Да еще и посвящена старинским стройкам Никто, конечно, и не вспоминал Все очень удивлялись Что, оказывается, ее написал Молодой Борис Макроусов Удивления не было предела Говорит, да нет, не может быть, она народная Он понял, что в музыке И в песне, вот именно в песенном жанре У него больше, лучше получается Вот как раз эта песня Это такой вот поворотный момент в его судьбе Впрочем, раздумывать о судьбе Тогда особенно не приходилось Вскоре началась война Многие академические композиторы Отложили симфонии и сюиты до лучших времен И пошли писать духоподъемные песни Борис Макроусов не стал исключением ПЕСНЯ 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 В конце 1941-го для защитников столицы он сочинит знаменитый «Марш», который войдет в документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» – первую советскую киноленту, получившую премию «Оскар». В 1943-м для севастопольских моряков напишет героическую балладу «Заветный камень», которую Леонид Утесов назовет «Царь песней» по аналогии с «Царь пушкой» и «Царь колоколом». И грозный соленый бушую штивал, а шлюпку волну за волной разбивал. В туманной долине видно земли, ушли далеко корабли. А фронтовым шоферам посвятит Залихватскую путь-дорожку. Она появится уже после победы, но те, кому пришлось четыре грозных года колесить за баранкой по фронтовым дорогам, однозначно скажут – это настоящая военная песня. Как путь-дорожка фронтовая, а не страшна нам бомбежка любая, А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Он был народный композитор. Это высшее признание, когда народ поет песни, но не знает, может быть, композитора, а песни любит. К концу войны у Макроусова уже было с десяток таких любимых народом хитов. Академическое прошлое, впрочем, не отпускало. Композитор предпочитал все-таки писать сначала музыку, а уж потом пускай поэты придумывают на нее слова. Тем удивительнее было то, что в один из зимних дней 1946 года Борис Андреевич открыл журнал «Огонек», прочитал первую строчку стихотворения «Снова замерло все до рассвета» и вдруг начал напевать. Ну тут так получилось, что его зацепило это стихотворение, и он решил, ну да, почему бы и нет. Нет, потому что такая песня уже существует, печально сообщил автор стихов Михаил Исаковский. Едва Макроусов возник у него на пороге, и написал ее другой композитор. Смотрите далее. У кого Борис Макроусов увел одинокую гармонь? Мог и, как говорится, и с матерком. Почему композитор отказался писать «Марш летчиков-истребителей»? Ну что прям про летчиков, давайте про любой. И о чем все-таки пел Ив Монтан? Это, кстати, одна из причин, почему Ив Монтана потом запретили вообще приглашать. То пойдет за поля, за ворота, то обратно вернется опять. Словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Надо изменить последнюю страфу, настойчиво повторил Борис Макроусов. Поэт Михаил Исаковский покачал головой. Надо сначала позвонить Владимиру Григорьевичу. Владимир Григорьевич Захаров был композитором и музыкальным руководителем русского народного хора имени Пятницкого, а заодно и давним соавтором Исаковского. Кор Пятницкий очень тесно сотрудничал с Михаилом Исаковским. И когда он написал стихотворение «Гармонист», он первым делом показал Владимиру Захарову. А кому же еще? С Захаровым у Исаковского уже было несколько громких хитов. Так почему бы не появиться еще одному про одинокую гармонь? Руководитель хора имени Пятницкого стихи взял, мелодию сочинил. И, собственно, хор Пятницкого ее исполнил, но песня там как-то не зашла. И вот теперь Исаковского терзали сомнения. Обижать давнего приятеля не хотелось, но и гармониста, про которого никто не споет, было жалко. Может, все-таки дать шанс Макроусову? Только он ведь не отстанет, и впрямь придется переписывать стихотворение. Потому что заканчивалось оно трагически. Мы понимаем, что человека нет, который играет на этой гармонии. Она одинокая, потому что человек ушел на фронт и не вернулся. Все-таки создатели песни, Исаковский и Макроусов, изменили четвертый куплет, и не надо, чтобы человек погибал. Беет с поля ночная прохлада, С яблонь цвета влетает густой. Ты признайся, кого тебе надо, Ты скажи, гармонист молодой. С поэтом они договорились, что он попробует написать песню, как он ее почувствовал. И она стала просто великой песней. Ты признайся, кого тебе надо, Ты скажи, гармонист молодой. Бродить по необъятной советской стране одинокая гармонь начала сразу же. Но не по своей воле. Мусфонд в плановом порядке издал малым тиражом брошюру с нотами и текстом новой песни. И привычно отправил пылиться на полке провинциальных домов культуры. Но не тут-то было. Ее исполняли везде. Работали дома культуры, деревенские какие-то дома культуры. И вот эти ноты их распространяли. И песня стала безумно популярной. Ее запели на деревенских свадьбах, шумных застольях, вечерних посиделках и районных конкурсах художественной самодеятельности. За пару лет не осталось, кажется, ни одного человека, который бы не слышал, а то и не спел хоть раз сам про неугомонного гармониста. Она легко запоминается с первого раза. И дальше ее очень легко сыграть, что на гармонии, что на гитаре, и спеть. И вот за счет вот этой простоты песни Макроусова расходились в народ очень быстро. Так что, когда «Одинокая гармонь» впервые прозвучала на радио в 1949 году, слушатели только недоуменно пожали плечами. Да мы ее уже сто лет поем. Что ж ты бродишь всю ночь одинок? Что ж ты девушкам спать не даешь? К тому, что многие его песни упорно продолжались считать народными, Борис Макроусов уже почти привык. В любой компании находились люди, готовые с жаром доказывать, что куплеты Курочкина сочинили Акурат в их деревне. А про цветочки, которые хороши весной, пели еще и их бабушки. Выйди на крылечко, а ты мое сердечко, без тебя тоскую я давно. А уж «Костры горят далекие» и вовсе воспринималась, как истинно русская народная песня. Уж больно ладной и простой у нее был напев. «Костры горят далекие» «Луна в реке купается» «А парень с милой девушкой» «На лавочке прощается» Возможный секрет этих песен крылся в самой натуре Бориса Макроусова. Двухметровый красавец, касая сажень в плечах, и такой же поистине русский размах души. Любить так любить, гулять так гулять. Мог и, как говорится, и с матерком. Он говорил всегда все напрямую, как есть, так есть. Вы любили люди, вы ни за что было не любить. Получив сталинскую премию, накрыл столы в родной деревне для всех вокруг. А когда совершенно незнакомый человек попросил о помощи, не задумываясь, рванул в ночи на другой конец Москвы. Борис Андреевичу пришло письмо от летчиков, то, что их товарищ, летчик-испытатель, получил ранение при испытании самолета. Произошла катастрофа, и он потерял возможность ходить. Друзья Ивана Шамова, летчики, они просили, чтобы напишите песню про летчиков, может быть, марш летчиков. Все, что угодно, лишь бы поддержать товарища. Тем более, что Иван Шамов, оказавшись прикованным к инвалидному креслу, начал писать стихи. Может быть, из них выйдет песня? Его просто поразило, что человек, герой, и выжил, и как-то... Все это в контексте было. И он просто, по велению души, просто это был порыв, он к нему поехал. Он предложил просто Шамову, давайте напишем другое что-то. Ну, что прям про летчиков, давайте про любовь. Вот есть замечательная мелодия. Снял со стены гитару и тут же наиграл. А через несколько дней получил от Шамова стихи те самые «Костры горят далекие». Такое бывает, что ты планируешь что-то одно, вот, а у тебя получается совершенно другое гениальное, не менее гениальное. И все же до гениальной и фантастически популярной «Одинокой гармонии» другим песням Макроусова было далеко. Снова замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь, только слышно на улице где-то «Одинокая бродит гармонь». Сложно понять на самом деле, что чувствует человек, песню которого знает и поет вся страна, но порой не знает, кто ее автор. Не случайно же, говорят, песня звучала из каждого окна. Стоит ли удивляться, что ее мог случайно услышать знаменитый французский артист Ив Монтан, когда впервые приехал в Советский Союз? Это произошло в декабре 1956-го. Двумя месяцами ранее СССР ввел войска в Венгрию, поэтому французские кинозвезды на родине настоятельно советовали отказаться от визита. Но Монтан был окрылен коммунистическими идеями, иллюзией свободы, равенства и братства. К тому же ему казалось, что он сможет убедить советское правительство признать свои ошибки. Москва же встречала дорогого гостя с небывалым размахом и даже с песней. Задумчивый голос Монтана звучит на короткой волне и ветви каштанов парижских каштанов в окно заглянули ко мне. И это снова была песня Бориса Макроусова. Марк Бернес специально попросил композитора написать что-то во французском стиле. Монтан был настолько восхищен, что решил забрать песенку в свой репертуар. А заодно прихватил еще одну понравившуюся мелодию Макроусова. Именно с ней через пять лет он и вернулся к советским зрителям. Только вот в 1963-м французский артист уже был другим. Он давно разочаровался в СССР и его идеях. И песня, которую Монтан пел на мелодию «Одинокой гармонии», рассказывала не о любви, а о далеких идеалах парижской коммуны, которые однажды были уничтожены в его сердце и потеряны безвозвратно. Потом он высказывался у себя уже во Франции довольно резко о нашей стране. И там сверху сказали, что больше мы его никогда приглашать не будем. Это, кстати, одна из причин, почему его Монтана потом запретили вообще приглашать. А над композитором Борисом Макроусовым начали свираться тучи. Как-никак его мелодия, пусть и опосредована, но оказалась замешана в политическом скандале. Это из-за Монтана. Из-за Монтана. Да. Там это все политические, уже исторические события пошли. Макроусов попал под такой мощный, в общем, прессинг системы. Переживал очень сильно, но все носил в себе, поэтому, наверное, это и выливалось в каких-то моментах со здоровьем. Ведь он умер в 59 лет. Ну что это, мог еще пожить? Мог. Одинокая гармонь выстояла. Да и разве можно было ее уже запретить? Музыка Макроусова – это код свой, чужой. Если ты находишь человека, который начинает подпевать эти песни, значит, абсолютно точно ты будешь с ним дружить. Может, потому нам кажется, что Ив Монтан поет все-таки не о своем разочаровании, а о том, о чем когда-то написал Борис Макроусов, о любви, мелодию которой каждый из нас знает наизусть. Снова замерло все до рассвета, Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь, Только слышно на улице где-то Одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то Одинокая бродит гармонь.